А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 757 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. А в Белгороде и Белгородской области хаос продолжается. Как сказал Путин, граница на замке, там ничего не происходит. Нас там и их нет. Ежедневно уже две недели подряд горят и разрушены дома, ежедневно слышны взрывы и выстрелы. Население Белгородской области постепенно уезжает и эвакуируется. В магазинах кончаются продукты, а ехать в Белгородскую область поставщики не спешат. Сегодня утро, как всегда, по-прежнему громкое. И вчера был день громкий. Я сейчас еду в магазин. Надо купить. Дети попросили окрошку. Надо что-то есть, готовить. Вот как можно что-то приготовить, если полки пустые в магазинах? Просто. Ничего. Ни огурцов, ни помидоров. Ни фруктов детям на той стороне. Вообще ничего нет. Поеду сейчас еще в один магазин свежий. Но что-то, знаете, вообще не айс. То есть товаров первой необходимости нету вообще. Граница на замке. Там ничего не происходит. Но Владимир Путин триумфует. У него 89% поддержки российских граждан. И теперь он будет творить что угодно. Готовьтесь к новой мобилизации. 500 тысяч новых русских солдат в ближайшее время будут насильно взяты из России и отправлены на погибель в Украину. Точно такая поддержка была и у многих мировых диктаторов. Которые тоже набирали якобы 90%. Все мы понимаем, что это липовые голоса. И даже если люди ставили птички напротив будущего президента Владимира Путина, это потому что они боятся его и его преступной власти. А за последние сутки еще 750 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми. А всего же с 24 февраля 1922 года с начала войны на территории Украины было ликвидировано 433 840 российских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Лубаров. Продолжение следует...